Привет всем, это Олег Милотов говорит. Сегодня я опять продолжаю играть в OMC2. И как вы видите, сегодня мы с вами прокатимся на маршрутке Mercedes-Benz 312B. Точнее, не B, а D. Mercedes Sprinter 312D. Правда, это, конечно, немецкий маршрутка, судя по номерному знаку. Да, видите? Но так, в принципе, никакой разницы. Я хотел, конечно, московскую маршрутку, но с этим небольшие проблемы были у меня. Вот. В принципе, ничего такой, ничего такая маршрутка. Сейчас мы с вами по ней покатаемся на одном маршруте. Я снова нахожусь на карте юго-западного округа Москвы, да? Тут еще Mercedes-Benz ездят. Вот. Давайте переместимся в салон и в кабину поставим, что там. Кабина, в принципе, ничего такая. Очень даже прикольная. Что у нас тут работает, в принципе, из превамбасов? Двери мы можем открыть. Давайте тогда уже сразу запустим его. Так, включаем питание. Вот. И запускаем двигатель. Все, пусть он стоит, прогревается. Если, допустим, я открою дверь, да, то у нас свет работает. О, видите как? Все, тут устроено. Дайте себе посмотрим салон. А салон тоже, в принципе, ничего так выглядит. Тем более, знак, символ Мерседеса тут есть. Ой-ой, куда это я-то пыхнулся? Подождите-ка. О, могу тут сидеть вообще. Ой, тут сзади знак Мерседеса есть. Прикольно, прикольно. Вот, наш с вами Мерседесик. Хорошенький такой. Эта маршрутка, она с вами у нас будет на механике. Поэтому буду опять привыкать к механике. Так, я поставил ролево-указатель? Ну, тут указатель, конечно, не видно вообще, да, но все равно как-то люди будут видеть, что это тот маршрут, по которому мы с вами едем. Мы с вами сегодня поедем по 246 маршруту. Давайте уже стартовать. Наш уже маршрутка прогрелся, да. Последний маршруток вообще нет в Москве. Но только не в МС-2. Конечно, не та маршрутка, которую я хотел. Вот. Но все равно очень хорошая, кстати. Выруливаем аккуратненько. 23-й квартал новых черемушек. Мы с вами сегодня не поедем. Сейчас, дайте я так вот прям встану. Правда, я все перегораживаю нафиг. Ой, кстати, у нас еще так медленно дверь открывается. Но, в принципе, выглядит неплохо. Мы сегодня с вами поедем по 246 маршруту от остановки 23-й квартал новых черемушек до метро проспекта Велинацкого. Ну и, может быть, еще обратно, потому что у проспекта Велинацкого я там был. Там нету тоже парковки. Так, никто туда заходить не будет, да? Ну, тогда снова я буду информатором. И закрываем двери. Да давай. Никак не могу еще привыкнуть к маршрутке. Да что-то встану. Посадка закончена. Автобус следует по маршруту номер 246. До остановки метро проспект Велинацкого. Следующая остановка улица Академика Полякова. Крезво такая маршрутка, кстати. Главное мне разобраться, куда ехать, потому что я на этом маршруте не очень все хорошо знаю. Так, нам сейчас направо вроде бы. Надо мне попробовать влезть туда, но я думаю, что влезу, потому что я такой прям хорошенький. О, я влез прям. Кому нравится Мерседес, пишите в комментариях, что, типа, нравится Мерседес. Это быстрая такая маршрутка. Стой, 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 перебарщиваешь. Ребятки, заходите. Медленно дверь открывается вообще. Остановка улица Академика Полякова. Следующая остановка метро Новые Черемушки. Ну давайте, давайте, давайте. Здрасте, здрасте. Все тут прям садятся. Здрасте. Вперед что-то никто не хочет садиться вообще. Здрасте. Биток, блин. Так, мы сейчас выйдем с вами на профсоюзную улицу. Вот тут опять ТРЦ Парус, да тут везде он практически. Если уж ТРЦ, то именно Парус. Нельзя ехать, нельзя нормально ехать. Да-да-да, это я переборщил со скоростью. Вот так вот. Давайте, ребят, заходите. Заходите, товарищ. Вот по улице, вот которой мы сейчас едем, вот эту улицу, вот это вот действительно улица Академика Полякова. Так, остановка станции метро Новые Черемушки. Следующая остановка станции метро Новые Черемушки. Так, уступите кто-нибудь там. Вот тут уже сразу разворачивается зачем-то надо, хотя... Всё равно у нас, кажется, светофор, дайте я сейчас прилечу вперёд, может там дальше надо разворачиваться. Ладно, ну, Казатель Ильянович. Стоянка. Значит, надо там разворачиваться. По-моему, так нельзя, но тут надо именно разворачиваться. Тут не всё прямо уж так проработано. Так, вот светофор у нас работает. Это Мерседес, ну ё-о-о. Я понимаю, что я нарушаю, но, по-моему, именно тут надо так именно делать. Ну что ты без отрасли, нельзя нормально ехать. Так, это не наше. Чуть подальше. Так, это наше. Всё. Сколько народу будет, а? Дайте-ка я... Открою вот эту дверь, чтобы ты нибудь сюда сел. Остановка, станция метро Новые Черёвнышки. Следующая остановка, школа-интернат номер 17. Так, садитесь, ещё собрались. У меня биток уже. Я не знаю, куда вы влезете, надо было гармошку брать мне. Кто там сзади? Все приезжали с там. Отчего у меня дверь открылась? Сейчас закрою, подождите. Коробка механика, я вам отвечаю. Надо мне не перебарщивать. Ну что за безобразие, а ехать нельзя на поле? Надо мне со скоростью не перебарщивать. То, блин. Нагуру считать на этой машинке-то. Это вам не в дубль большой там. Остановка, школа-интернат номер 17. Следующая остановка, улица Намёткина. Так, это, по-моему, нет, на вперёд. Тут просто довольно разогнаться. Так, нам налево, да, сейчас? А тут что-то все стоят. Ну, если что, я их смогу обогнать, если они будут тупить слишком сильно. Ну что, куда ты едешь, а? Не тебе зелёный свет, а не тебе. Мне движок прям нравится. Прям хороший, очень. Ну-ка, нет, обогнать не получится, уже моя остановка. Тут уже и всё. Остановка, улица Намёткина. Следующая остановка, Новочерёмушкинская улица. Проезд в городском транспорте, только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Хороший двигатель. Вот этот чёрный дым прямо уходит. Ну, никто. Я не знаю, когда они там влезли, но... Виток у меня точно. Просто надо было побольше автобуса брать. Ну, я маршрутка, а именно обычный автобус надо было брать. Но я хотел именно маршрутку. Потому что сейчас уже в Москве маршрутов нет. И вообще, как бы раньше я говорил о них, как бы всё плохое. Что, типа, у них неудобно, у них душно. То есть, они трясутся, блин, я не знаю как. Ну, короче... Потом я взял свои слова обратно и... Теперь я их уважаю. Но сейчас уже маршрутку убрали, и вместо них автобус сходит. Так, остановка Новочерёмышкинская улица. Следующая остановка Херсонская улица. Или Херсонская улица. Так, вы заходите или что? Где печка-то? Блин, я же вроде бы врубил. Я не знаю, в чем дело, конечно, но... Вроде бы я всё врубил. Так, у меня сейчас направо. Ну, что за безобразие? Нельзя ехать. Нельзя нормально ехать. Да-да-да, извините. Я просто никак не могу привыкнуть к этой маршрутке. Тормозу ей нужно. К управлению. Я больше привыкнуть к большим автобусам. Остановка Херсонская улица. Следующая остановка Херсонская улица, дом 32. Херсонская улица. Лучше быстро не гнать, это же вам не проспект. А то я что-то гоню прям. Текст, 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 текст. Ну, что-то безобразие. Нельзя нормально ехать? Ну, пока что нельзя, потому что я никак не привыкну к этому. Да, боже мой, сколько там людей. Остановка Херсонская улица, дом 32. Следующая остановка Херсонская улица, дом 22. Да, я что-то гоню прям. Да. Сейчас мы с вами выйдем на Севастопольский проспект. Остановка Херсонская улица, дом 22. Следующая остановка Севастопольский проспект, дом 81. Давайте, все, зашли. Класс, он прям разгоняется, мне прям очень нравится. Движок его прям разгоняется, как в реальности, серьезный. Опа, зеленый, должен успеть. Что за дела? Под градусом, что ли? Чего ты там говоришь, мужик, а? Как же медленно открываются двери, а? Остановка. Севастопольский проспект, дом 81. Следующая остановка. Балаклавский проспект. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Немножко буду объявлять информацию, которую в метро объявляют. Так, направо, кажется, надо. Зря я поворотник, конечно, врубил. Ну, стоп. Да, направо. А вот тут вот мне придется опять нарушить, потому что тут с домами промахнулись. Я сквозь них не поеду, сори. Так, вот так делаю. Потому что дома неправильно расставлены, если честно. Ну, согласитесь, серьезно. Я вам не... Не сумасшедший чувак, когда сквозь домом и тут вон седла. Остановка. Балаклавский проспект. Следующая остановка. Улица Обрачева, дом 45. Вы что-то творите-то тут никого не было. Вы уже тут появились? Так, сори. Чего вы тут стоите, а? Вы тут появились у меня перед глазами? Вас тут же, по-моему, не было, я ли, мне кажется. Так, опять мне придется сейчас нарушить. И причем быстро? Не успеешь. Маневр хорош. Кстати, на этом... На этом маршрутке можно прям здорово гонять, кстати. Остановка. Улица Обрачева, дом 45. Следующая остановка. Улица Введенского. Так, опять что ли? Там никого нет. Ну что за безобразие? Нельзя нормально ехать. Пока что тут нельзя, потому что тут дома неправильно расставлены, поэтому приходится нарушать. Ну, кому понравилось, как я немножко лихачил, можете в комментариях написать, что, типа, круто гоняешь. А так как хотите. Остановка. Улица Введенского. Следующая остановка. Завод спецсплавов. Опа, красный. Опа, красный. Нельзя ехать. Осторожнее. Я как-то из-за солнца не увидел. Так, ладно, проехал, проехал. Что-то я переборщил немножко. Фух, спокойно соберись. Остановка. Остановка. Завод спецсплавов. А, это улица Введенского, по-моему, должна быть. Сейчас, секунду. Мы сейчас по улице Обручево едем. А, это завод спецсплавов. Все в порядке. Остановка. Завод спецсплавов. Следующая остановка. Улица Обручево. Да, он 29. Так, я поворотник, кажется, не вырубил. Сейчас вырублю. Блин, я это солнце немножко не вижу. Что я делаю, конечно? Остановка. Улица Обручево, дом 29. Следующая остановка. Станция метро Калужская. Южный вестибюль. Давайте, 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 давайте. Я, походу, опережаю его в расписании из-за того, что быстро гоню, но я следить за ним не могу. Тут негде следить. Так, все направо собираются. Ну что за безобразие? Нельзя нормально ехать? А, перестроиться, кстати. А, перестроиться, кстати. Что ж ты делаешь, ну? Эй, ты, да блин, вы чё, издеваетесь, я думаю? У вас и так наш, старушка. Из-за вас у меня пассажиры, блин, часто волнуются. Из-за меня тоже. Как не могу я совладеть с этим маршруткой? Так, ну, сейчас прямо. Перестраиваемся сюда. Так. Дальше у нас сейчас вот станция метро Калужская. Южный вестибюль. Так, ну ладно. Едем дальше. Ну давайте уже, зеленый, пожалуйста. Собраться, я не могу совладать с этим маршруткой. Она так быстро гоняет, что, блин, пассажиры постоянно волнуются. Вот в чем дело. Слава богу, я ему не въехал никуда. Для тебя я чуть поздал назад. Чё ты дергаешься, может? Так. Остановка. Станция метро Калужская. Южный вестибюль. Следующая остановка. Улица Обручево, дом 23. Всё, все? Попробую мягко стартовать. Попробую. Прикольно гонит, кстати. Правда, никакого сигнала, типа, нет, что, типа, кто-то выходить хочет. Нельзя нормально. Хочет возмущаться сзади. Я пытаюсь совладеть с этим маршруткой, а вы мне мешайте только своими желаниями. Остановка. Улица Обручево, дом 23. Следующая остановка. Улица Академика Волгина. Не так прям сильно буду гнать. Что-то, наверное, топает трафик, и за них тоже пассажиры ваунуются прям. Вот. Остановка. На этот раз надо мягко остановиться. Остановка. Улица Академика Волгина. Следующая остановка. Улица Обручево, дом 15. Мы еще на улицу Обручево с вами едем. Тут что, нет места? Ну-ка, стоп, дай я тебе подвинуть. А, они не ко мне, да? Ну ладно, как хотите. Так, а мне куда надо ехать? Сейчас тут оказать есть. Я из-за солнца ничего не вижу. А, это не мне. Это не мне. Они сейчас ходят друг к другу и идут. Не оказалось, или... Опа, рука торчит из двери. Ничего себе. Где права по купалу? Кробить меня. Остановка. Улица Обручево, дом 15. Следующая остановка. Улица Эльдара Рязанова. Давай, 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 давай. Заходите, пожалуйста. Сколько людей у вас? Вы уже не влезете. Окей, застоп. Ну, стоп. Тут же солнцезащита... Солнцезащита должна быть, да? О, вот так вот. О, блин, я про них забыл, кстати. Прикольно. Я про них забыл, да? Спасает реально. Нет, не спасает. Что за дела? Ну, что за безобразие? Нельзя нормально ехать. Остановка. Улица Эльдара Рязанова. Следующая остановка. Улица Обручева. Нет, не спасает. Не спасает все равно. Не спасает все равно. Блин, слушал бы и слушал. А вот это, по-моему, вообще... Вот этот торговый центр, это вообще должен быть торговый центр Рио, потому что мы с вами приближаемся к Ленинскому проспекту. А тут, блин, опять парус впихали. О, я не знал, что тут стрелка есть. Ты права был упал, он укропит меня. Ой, пешеходный светофор есть с человечком, да? Я думал, что тут так только обычный светофор. Нет, где-то есть и пешеходный. Ну, доделаю это, я думаю, что когда-нибудь эту карту. Дайте мне стрелку, пожалуйста. Так. Нету ее, да? А, есть все. Только почему-то на нее еще и люди ходят. Ну, блин, куда вы идете? Надо быстро проскакивать. Ну, что, по идее, я должен сейчас. Это вот Ленинский проспект. Сделан тут. Жаль, до Киевского шоссе не сделали, ну ладно. В принципе, и так надо. Остановка улица Обрачева. Следующая остановка – киноклуб Эльдар. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Не могу как бы еще больше разогнаться, но лучше не буду. Да иначе они опять будут ныть, а не нытикай у меня тут. 246 и М4. Но М4 у меня нету маршрута. Тут пока что сделали указатель. Может появится. Остановка – киноклуб Эльдар. Следующая остановка – улица Удальцова. Да куда вам лезть уже, а? Ну куда? Вам уже некуда. Ну стоп, я открою дверь. Так, у меня опять дверь открылась. Ну стоп, сейчас. Он мне сейчас налево сворачивать. Перестраиваемся потихонечку. Ну сейчас у нас остановка будет, тогда уже… Ну что, я сейчас вылезу туда? Остановка – улица Удальцова. Следующая остановка – Ленинский проспект. Вам уже некуда влезть, да? Так, я на бордюр опять заехал. Сколько можно? Только и делаешь, на бордюр залезаю. Так, а где… Давайте стрелку мне сюда. Пожалуйста. Давайте сюда, пожалуйста, стрелочку. Стрелочку, стрелочку, стрелочку. Да, она появилась. Отлично. Ну куда ты встал? Ну тебе же зеленый горит. Че ты, блин, ступишь, а? А они вообще, блин… А ты куда едешь? Мне все нормально ехали. Блин, куда этот Перседес едет, а? Вы мне объясните, пожалуйста. Не им свет горит, а мне. Остановка – Ленинский проспект. Следующая остановка – улица Удальцова, дом 5. Походу, мы практически приехали к метро Проспекту Ренадского, мне кажется. Я не знаю, стоит ли мне про Проспекту Ренадского говорить или нет. Что-то типа она сейчас закрыта, но 30-го числа она будет открыта. Что за дела? Что за бедоказь? Да что я… Что опять вам не так, Ленин? Нормально повернул. Что вам еще не нравится, а? Ну так вот, я вам говорил, что я… А, ну сейчас я скажу, у них рано. Остановка – улица Удальцова, дом 5. Следующая остановка – улица Семенова-Тяншанского. Поезжало, что холодно, но я обогревалку, что-то у меня не получается включать. Так вот, я говорил вам, что… Типа я все время, когда ездил на нашу утку, да, то говорил, что нет, они, блин, ужасные, ё-моё. В них душно, в них трясет, там, все такое, да. Но сейчас вроде бы я не говорю про них ничего такое. Сейчас бы вот уже, к большому сожалению, все маршрутку убрали. А ходили вот эти… Иногда Мерседесы, но не такие, по-моему, как у меня вот сейчас вот. Ну, похоже ходили, да, Мерседесы. Вот. А так ходили вот эти… Ну что за безобразие? Да хватит вам, а? А, достали. Так ходили вот эти вот… Ивеко. Маршрутки. Тоже на механике все. Какая-то вот прям большая маршрутка, ивеко была. Очень даже… Я бы сказал, прыгну… Ой-ой-ой-ой, что-то, что происходит? Что происходит? Что происходит? Куда меня вынесло? Я чуть машину не врезался, слава богу, я ее объехал. Ну, вот это… Это сейчас было жестко просто. Вот что значит, это не автобус вам. Игра – это не автобус. Ну, это не зря, но это не пар очень. И, 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 и... Огромни. Юрий – это не автобус. Ахоронина. Огромни. И, 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 и. Тринь – это не автобус. И, 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 и – и, 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 и... Эхо! а я не понял а что там за остановка была подождите можно на секунду стану это ё-моё кому там страшно я не понимаю дайте как-то пакнуть туда может я большая вероятность я пропустил эту основку о боже вот это мой косяк блин я пропустил эти остановки просто же я не знал что тут указывает что тут прям надо направо да я думал что вперед надо но нет вот это указатели просто нет и я не понял я не посмотрел блин вот я идиота но я не знаю тогда уже на обратном пути поедем туда что или нет не ну это сейчас был полный косяк хотя может быть сейчас меня развернуться и и забрать их отсюда не вот это я просто был бы указатель я бы сразу повернул а так я этого маршрута не знаю предупреждаю вас придется мне сейчас немножко нарушить за это я прошу прощения просто так на этот раз тогда направо свернем я же просто не знал ой нельзя ехать осторожнее ой нельзя ехать осторожнее хватит вам а вы достали меня уже вот за это блин не так же сейчас ребят так вот облажался тем более стопудово после этого дизлак наверно будет не дай боже а то я олег фейл что ж ты делаешь ну хочу стоить а что вы стоите так что опять придется нарушать сколько людей надо было надо было направо но кто ж знал ну блин я сори за это пожалуйста остановка улица семенова чаншанского следующая остановка школа номер 169 это кто 363 он недоступен да доступен если он проходит мне кажется маршрутка уже шатается туда на это м остановка школа номер 169 следующая остановка станции метро проспект вернадского Давай. Да что ты не едешь, а? Станция метро проспекта Наскова. Конечная. Это, наверное, на высадку только будет. Остановка, а так дальше... Поменяю указатель, которого нет тут. Вот. Дальше поедем обратно. Я так и знал, что что-нибудь будет. На дорогу. Здрасте. Куда не плачет, а? Мне? Они просто роколу вперед выбрасывают и все. Творники работают, кстати. Блин, я из-за солнца ничего не вижу. Так... Так... Тут у нас уже опять какой-то... Парус дважды. Так... Тут у нас уже опять какой-то... Уважаемые пассажиры. Будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Автобус прибыл на конечную остановку. Станция метро проспекта Наскова. Так... Дальше уже меняем указатель. Ах... Какая тушь быстрее. И придется мне сейчас вот этого Лиаза обогнать, если он так будет стоять. так вот так и будет стоять поэтому опять немножко нарушаем давайте ребятки заходите сколько народу опять я только высадила теперь уж он там стоит а печки наверно тут нету я не знаю как ее включить посадка закончена осторожно двери закрываются уважаемые пассажиры вас ослуживает филиал центральный пункт Мосгортранс автобус следует по маршруту номер 246 до конечной остановки 23 квартал новых черемушек следующая остановка улица удальцово дом 29 я просто дала еще пока они зайдут ух ты что-то безобразие нельзя нормально ехать собрались собрались я волнуюсь прям слишком сильно на протече ничего не хочу еще раз метропроспекта Наскова ну ладно но это я наверное объявлять не буду потому что только что у нас метропроспекта Наскова было же зачем еще раз мне интересно объявлять это не буду остановка улица удальцово дом 27 следующая остановка стоматологическая поликлиника давайте заходите кто-нибудь а может подождать немножко или чё давайте давайте пожалуйста заходите кто нибудь ну ладно не хотите как хотите а он куда идет метро Калужская остановка стоматологическая поликлиника следующая остановка улица удальцово кто вы хотите собирается кто вы хотите собирается ой опять я на бардюре залезаю ой опять я на бардюре залезаю А, ну, нет, да. Странно. По идее, если сверяться вот с Яндексом карты, да, которые я много раз видел, да, тут такой остановки нет, если сторону 23 квартала. Ну, не знаю. Пусть уже будет, тогда я обливать не буду. Никто что-то вперед ко мне не садится. Ну, не хотят, как хотят. Пофигу-то. Кто-то дела, под градусом что-то. Остановка улица Удальцова. Следующая остановка киноклуб Эльдар. Ну, что, никто не заходит? Никто не уходит? КОНЕЦ Остановка киноклуб Эльдар. Следующая остановка улица Эльдара Рязанова. А, честно, я англ-здравил с ним. В зеркале заднего вида Как будто злая шоу, походу Так, это не моя остановка Так, она перестраивается Я знаю, что пешеходные социофоры есть Ну, они работают хотя бы Надо посмотреть Ну, должны, по идее, работать Потому что, мало ли, может быть, только Обычные социофоры работают, а пешеходные нифига Тоже, может быть, не наделали Кстати, у нас тут Еще, тем более, форчики открываются О, у нас светофор работает Во Отлично Зеленый есть Но, блин, опять эти машинки едут Да куда ты на меня едешь? Блин, обалдел, да? Кстати, это удача Это шанс мне повернуть Там даже что-то было сейчас Вот на этом Правом светофоре Надеюсь, у меня топливо не кончится Хотя тут топливо качается Да, действительно Заправиться можно Но тут я что-то На этой карте заправки Нифига не обнаружу Я ее не вижу никак Нигде не вижу ее Она есть только в... Что ты делаешь? Остановка Улица Эльдара Рязанова Следующая остановка Улица Обручева Дом 15 Так мягко прям Дверь закрывается Вроде бы как-то привыкаю к этой маршрутке Хотя это очень сложно Так Остановка Улица Обручева Дом 15 Следующая остановка Улица Академика Волгина Гони давай маршруточка Остановка Улица Академика Волгина Следующая остановка Улица Обручева Двадцать три Ну что за безобразие Нельзя нормально ехать Да давайте, ребятки Ну не хотите, как хотите Но они все равно не являются 80 км в час летим Остановка Улица Обручева Дом 23 Следующая остановка Станция метро Калужская Я прям близко к остановке Не могу подъехать почему-то Никак прицелиться не могу Ааа, и места не было, да? Ну понятно Итог у меня полный О, зеленый, 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 зеленый Успею На желтую Что-то как-то у метро Калужская подвагивает Остановка Станция метро Калужская Следующая остановка Завод спецсплавов Здорово Здорово Да е-мое Зачем я дворник включил, а? Что-то земля тут не так Что-то безобразие Нельзя нормально Чего назад прям поехали на меня Один чувак Он на меня назад даже поехал Я успел затормозить А он что-то назад по-моему Мне кажется Или мне кажется Не знаю Остановка Завод спецсплавов Следующая остановка Улица Введенского Чего стоите? Да Вам же поворачивать надо Станк Разглажив 올라стся Может быть Завод Повторе Завод Lac pleased qua Медленно вылезая от двери наружу. Все, никто. Остановка улица Введенского. Следующая остановка улица Обрачева, дом 63. Вперед, по-моему, ехать. Я не знаю, в принципе, и туда можно. Давайте попробуем туда, что ли? Это я не знаю, для чего, конечно, но... Остановка улица Обрачева, дом 63. Следующая остановка... Балаклавский проспект. Так, сейчас нам круговое движение надо выполнить. Поэтому сейчас я немножко помолчу. Опять. Налево, налево, налево. Остановка Балаклавский проспект. Следующая остановка Севастопольский проспект, дом 81. По-моему, походу, мне сейчас налево, по-моему, надо. Дай. Подожди-ка, сейчас разберемся. Так, это значит мне налево. Давайте, давайте, давайте. Я сейчас что-то повернул сейчас, в плане обогрева, да? Какие топливы сейчас перевернул? Вроде бы должно нагреться, наверное. Так, не знаю. Остановка Севастопольский проспект, дом 81. Следующая остановка Херсонская улица, дом 22. Следующая остановка Херсонская улица, дом 32. Следующая остановка Херсонская улица, дом 32. Я включил отопление вам уже. Вот что значит не ездить на механике? Никак не при... Не, ну в принципе на механике я привык, сейчас он уже ездит, тут вон все два, да? Но надо прям на этой маршрутке прям вовремя все переключать, там все такое. А не то будет жаловаться сзади там. Не то меня вынесет куда-нибудь за пределы трассы, как сегодня. Сейчас опять вынесет, не дай боже. Плечо я все время дворник включаю. Но они работают. Если что, мы с вами еще раз как-нибудь на эту маршрутку прокатимся, если хотите. Пишите в комментариях это. Кстати, конечно, не забудьте подписаться на мой канал и не забудьте еще подписаться на канал моего друга. Санческий называется. Я вам потом ссылку на его канал оставлю под этим видео. Подпишитесь на него обязательно. Он хорошее видео снимает. И на моего брата тоже подпишитесь. Тоже ссылку оставлю. И брат, мы тоже. Хорошее видео тоже снимает. Короче, на нас всех подпишитесь. Так, на профсоюзную улицу давайте с вами свернем. Так, ты что-то встала? Я успею проскочить? Остановка Херсонская улица. Следующая остановка просто... Следующая остановка улица Наметкина. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. А, это, по-моему, улица Наметкина. Вот что дело. А, мы сейчас на профсоюзу не выехали еще. Понял. Так, ты что тут медлишь? Только быстрее отсюда. Вот, молодец. Уступил мне. Опа, опять переборщила. Переборщила. Ну да, 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 да. Но это уже сдавать не будет. Остановка улица Наметкина. Следующая остановка. Профсоюзная улица, дом 66. Так, нам сейчас направо. Это Т-60, да? Да, это Т-60. Давай быстрее, разойдись уже. Да, это Т-60. Остановка. Профсоюзная улица, дом 66. Следующая остановка. Школа-интернат, номер 17. Куда я обгоню сейчас этого ляза? Куда это сейчас было? Только я проехал. Переборщил со скоростью. А, откуда идет? Метро Варшавская, метро Новая Черемушка. Понял. Остановка. Школа-интернат, номер 17. Следующая остановка. Станция метро Новая Черемушка. Лето 60-го, это конечное. Понял. Так, мне сейчас направо надо сворачивать. Так что, так лучше сильно не гнать. Не, ну указатели просто тут божественно сделаны, конечно. Остановка. Станция метро Новые Черемушки. Следующая остановка. Улица Академика Полякова. Мы почти приехали с вами. О, сколько людей выходит отсюда. Ну понятно, метро. Поэтому столько людей выходит отсюда. Ну что ж, осталось нам завернуть налево и будет уже наша остановка. Точнее, наша конечная. Остановка. Улица Академика Полякова. Следующая остановка. 23-й квартал Новых Черемушек. Конечная. Ну тут опять указатели нет. Я в прошлый раз, когда без вас ехал, да, просто посмотрю, что это за маршрут, да, и я все напутал, короче, направо поехал и кругом ехал. Все. Куда ты на меня едешь, а? Подел, что ли? Это интересно, что за улица. Уважаемые пассажиры, будьте внимательнее. Следите за хранцем своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Автобус прибыл на конечную остановку. 23-й квартал Новых Черемушек. А, это вот улица, по которой мы сейчас едем. Это Новочеремушкинская улица. Понял. А вот там, где вот перед профсоюзной стороны, вот сюда, вот именно, это улица, наверное, что она была. Ну, короче, вы поняли, я думаю. Так, все, налево теперь сворачиваю. Так, ты на моей сейчас стоянке встал. То есть, 46-й. Я сейчас тут как бы должен быть. Ну, ладно. Ну-ка, если промотать немножко время. Попробуем. Ну-ка, уйди отсюда. Это сейчас, сейчас я тут стою должен. Ну, я могу рядом с ним, в принципе, встать. Я же все равно 246-й тоже. А давайте прям с ним встану и все. Все, вот так. Отлично. Так, теперь. Переводим... Ээээ... Нейтральное положение. Коробку передачи. Прочно на тормоз. Все. Ну-ка. Я же вручную... Я же вручную... Я вроде бы вручную тормоз уже перевел. Нормально, и ладно. Ну, что ж, ребят. Это было... Это был 246-й маршрут. Вот вам указатель еще. От... 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 От 23-го квартала до... Новых Черемушек до проспекта Вернадского, до метропроспекта Вернадского. И обратно. На маршрутке Mercedes-Benz 312-D. Эээ... Немецкая маршрутка. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Также не забудьте подписаться на мой ВК, благодаря которым вы будете в курсе всех моих новых видео моего канала. Обязательно подпишитесь на канал моего брата и моего друга, которые я вот эти две ссылки я вам оставлю в описании. Если вы хотите эту такую же маршрутку, пишите мне в ВК, либо в YouTube, тоже в комментариях, что вы хотите такую маршрутку. Я постараюсь вам ее найти и прислать ссылку. Но это, скорее всего, это в Омси-2 вообще, в Омси-2 мод. Я оттуда взял, если честно. Но хотите, пишите. Вот. Поэтому можете влепить дизлайк, конечно, я не обижусь, потому что творил я фейлы, конечно, жесткие тут. На этой маршрутке. Ну, куда, чтобы без фейлов. Ну, ладно. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.